У него пока нет клички, он просто привыкает к новой обстановке, как и сотрудники привыкают к новому обитателю. В карантинном центре диких животных «Велес» новичок, волчонок, прибывший из Мурманска. Его привезли 6 числа, это четверг вечером поздно. Он обезвожен, истощен, у него рахит, анемия, он весь в гныничках, травмированный весь. История каждого животного, а их здесь более 150, это всегда запутанный сюжет, порой с погоней, спасательными операциями, но чаще с оперативной помощью. Так было и с полуторамесячным волчонком, его нашли на обочине жителей Мурманска. Предположили, что это щенок собаки. После проверки у врача оказалось, что это самый настоящий волк. Местные зооволонтеры обратились в центр «Велес». Сотрудники центра сразу же разместили информацию о поиске человека, который смог бы отвезти щенка в Петербург. Мясо он ест хорошо, но ему нужен творог, яйца, витамины для щенков, рыбий жир, много чего. На восстановление волчонку потребуется несколько месяцев. По словам врача, скорее всего, ему придется остаться в центре, поскольку он уже ручной. И упускать в дикую природу опасно для его жизни. Для полноценного восстановления нового постояльца центру требуется помощь. В карантине он будет месяц, где будет жить, уже решим, как он себя будет вести. Будет он приручаться или пойдет, он все-таки будет планироваться в природу. От этого, собственно, все зависит. Опять же, нужно строить вольеры. Сейчас за волчонкам нужен постоянный контроль и шестиразовое питание. Опыт ухода за волком у сотрудников есть. Уже год здесь живет полуволк, полусобака Вук. Его щенком нашли в логове волка за Ладожским озером. Мама волчица, а вот с папой определиться так и не смогли. Всего в центре обитает порядка 150 животных, от самых маленьких грызунов до гималайских медведей.